спокойно разобраться поэтому я я был бы только за но посмотрим как возьмут сейчас тут такой как бы не сказать что совсем нету магии потому что бэйн бруда парочка нюков бэтрайдер night stalker это уже больше чем в прошлой игре у гамбитов а вот гамбитом самим бы не помешало физику взять этапов карьеринга карьеринга да последний раз 19 от минески видел карьерингу и там просто она не оставила никаких шансов ну минески в принципе очень сильная команда да минески тут не я бы не сравнивался не ставил бы всегда их но да но смотрится неплохо в целом есть чем пушить есть чем драться и достаточное количество контроля лассо ультимейт бэйна плюс лип еще имеется ну то есть целом м19 смотрится неплохо вот пока не ясно какой кор еще один появится у гамбит сейчас лас пик неубиваемый некрофос от конечно все замечательно но нужно еще и физ дпс теория хотелось бы нужно нужно какой-то у евро против паучков тех же было но здесь что-то конечно есть там можно каким-то уроклан не кровь сам но вот именно чем ломать даже если они заберут огромное преимущество как ломать товара если они это преимущество заберут непонятно нужно что-то ну вот что-то появляется это пойдет да это ломает неплохо и вообще под ультимейтом этого самого ломает вся команда неплохо то ура строение лиц людей там игроков персонажей целом неплохо смотрится интересно будет посмотреть на реализацию напоминаем что счет 1-0 в пользу команды m19 это вторая возможно решающая карта возможно все перед к третьей и мы ждем пока игроки разберут героев и качу в миде будет играть на битрайдере очень интересно посмотреть будет давненько не было мидов битрайдеров но тут опять же вот каждый раз с брудой начинается приключение потому что куда пойдет бруда на мид в данной ситуации наверное лучше всего бруде будет против дума у него нет брони он слабенький и пока он там начнет этих пауков убивать спасибо что в этот раз без пауз обошлось да огромный плюсую чтобы начинаем сразу вообще да ну бруда также и оракла без проблем будет всегда если тот подставится там как-то ненароком да и себе верно я думаю проблем особых не должно быть приготовьтесь битвы битву так опять же по стандартному летят герои расставлять vision единственное что стоит отметить уже три центре сразу видному опять же мы понимаем почему потому что у нас имеется вот этот парень близи который идет пока что на бот ну кстати пятером м19 собирается так понимаю намерены подраться на заруну как вариант но и все для этого есть но какой раз мы уже видим варт на этой точке по-моему три из трех вот этот варт пора бы что-то изучите своим о своих оппонентах мне кажется команде м19 плане расстановки вардов и предпочтений причем у нас в первой оставили ой 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 проблему могут быть и докса к докса акс там залетает похоже это фб пока что непонятно мне нет ваш раут артик берн отхиливается сбивает мухилочку но ладно реген выбери зато весь который у него имеется теперь нужно себе сальву нести там под такой так ползла это полоска хп под гош раутом да ну в любом случае вынудили вкачать куш раут что есть самый приятный момент вынудили отступить вынудили сейчас что-то еще докупить при этом забирают три баунти руны сейчас м19 бруду они поставили как раз так как и хотели и теперь приходится свапаться лайнами тролль 40 ламм в миде против бэтрайдера тяжело будет бэтрайдера здесь напрячь я думаю наверх уже летит у нас некрофос а вот он решил встать но опять же у него гош раут сейчас вкачан неверно приходит сюда а снизу то кто а снизу вообще никого ну пока по ним это не ну чеширский код наверное выйдет судя потому что него имеется уже порван шилл нес не стоит любом случае оставлять линию без присмотра опять же это развязывает руки лишний раз саппортом команды 19 которые могут спокойно перемещаться по линиям вот идет чеширский код с ее крипочка полезного наверно с одного из самых полезных крипов для уфлей на это перед с регеном хотя бы хпшка регенилась но на топе пока что близи страдает есть уже вижу на него ой 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 ошибочка может быть сейчас пробежался буквально по краешку пару раз ударился нам об дерево потому что был вне инвиза я думаю что как прошлой игре у нас будет неспешное начало очень аккуратно с обеих сторон скорее всего так оно и есть чеширский код пришел на линию но здесь ему конечно тоже покой никто не даст правда он уже получил второй левел бьется один на один с бэйном но бэйн такой персонаж мне кажется он по армирование даже самого дума будет сейчас потому что тут как по моему даже преимущество за мюрилом сейчас нужно чеширский код прожимать выжженную землю но бэйн гораздо плотнее у него действительно но да я про это говорю да но проблема сейчас будет стан от никса и можно пытаться забирать да минус армор накинули минус 3 армор у чеширского кота начинает он мансить и уходит потом в принципе в теории может попытаться улететь конечно но здесь уже наверное не отпустят хотя пускай слушай только сражение тел вот не знаю обычно улетают так чтобы не терять время но сомнительно сомнительное решение улетать сейчас хотя конечно у него аура вот как раз за счет этой ауры за счет земли у дом хоть как вы ее на топе проблему брудмазер брудмазер да ладно 18 хп уживает брудмазер вот это поворот побоялись юма который перетянулся на топе я думал твой баттл рор баттл рор брудмазер спаси возможно возможно я буду стараться вспоминается реклама леденцов минтон когда еще старая когда чувак кричал минтон и лавина сходила нет я почему-то вспомнил этот баути хантер вот этот разряд первая ассоциация ладно до сих пор 0-0 3 минуты нашим у нас уже минула игра продолжается в миде нас интересное противостояние 2 на 1 и пока что пикачу тут конечно себя чувствует довольно таки фривольно но правда по фарму все получше у кумана единственное что по леву он проседает почти на леву вперед уже вырос пикачу ну это потому что ну да что он стоит не один да я дежурит здесь ну иначе никак все-таки батрайдер очень неприятный персонаж он накидает несколько стаков полетит и сожжет тебя продолжает бегать юма имеет пока что 2 левел 2 с половиной прошу прощения но вот скоро будет первая ночь пытались подцепить пикачу в миде пикачу вынужден смещаться до на базу но на самом деле это развязывает руки юма можно спокойно поставить и миде по получать экспо ну и хотя бы леву на хабазите да очень органично так перетянулся пока что конечно тяжелая ситуацию бруды вот эта бруда уж точно и ну в принципе сразу стоит сказать что это не та бруда которую мы привыкли видеть здесь это бруда третьей позиции даже если она не будет супер отформленная ничего страшного здесь ей тяжелее потому что она не может фармить эншентов да и вообще стоит на боковой линии да еще и против двух персонажей но зато посмотрите как все хорошо у венги все просто замечательно на нижней линии как все плохо у дума хотя вот он взял себе максимальную выживаемость а из армор вторая земля так и выход ночью на флай а флай подставился флай совсем пустой у нее только один свиток телепортации есть колден брейс вроде бы неплохо под сэвили пикачу на развороте кстати можно также забрать пикачу отправляется в таверну юму тоже можно забрать неплохо отлично разванцевали сейчас гамбит под своим тавером правда там уже отхил пошел по найт сталкеру но в любом случае потери пикачу конечно не на руку команде м19 сейчас плохой выход получился виверну очень вовремя перетянулась и испортила все планы ну и конечно без крипов вот так вот лететь еще и переагривать на себя вышку для бэтрайдера это не то что нужно он мог кидать просто ну вообще под колдом рейс всегда приятно накидывать масло все равно ты героя не бьешь накидал масло и потом сжег ну да как говоря учился в любом случае танковать тавара даже первую страну да любой тавар не стоит не важно какой тавар это сильная штука это конечно не те товара которые в лоре но все же больно бьют а вообще нереально подойти к т1 не спрашивайте откуда я знаю слышал люди рассказывали я даже поигрывал несколько игр но я честно говоря вообще не помню там жесть просто там намного более чем дойти ну то есть там нельзя так вот забежать за тавар там да задавить и так далее то есть если ты поставил с подвижен тавара там у тебя по 3 или по 4 с одного удара хп сносит начальных овах особенно поэтому там довольно таки скучное начало как правило игры целом так ну что он чеширского кота будет попытка выйти или нет потому что юма уже облизывается в кустах стоит они готовы ходить ну не знаю там 9 брони 10 подвышкой плюс еще 3 земля как они вот убить собираются на топе пытаются близи было забить лучшие влези пошли помогли тем более он сейчас чуть не отъехал вот а брута забирают ее вот если пораньше перетянулись за бигнумом нужно срочно бежать юма и маны не хватает на воет еще один я и затянулся и бигнум отправляется таверна в это время на то на боте драка заслипали у нас чеширского кота ждут пока откатятся станы так понимаю пивается никс никак вот думаю никак пока что но слишком сильно у него с такой раскачка если бы он там качал какой-то деваур без земли и у него был бы крип без брони а какой-нибудь ну хотя бы реген там или допустим волк можно было бы попробовать но так 10 брони как вы будете убивать ведь дум у него мало брони но у него прибавка три с половиной единицы силы за уровень это очень много в общательность самых больших больше по моему китавра если не ошибаюсь но даже кентавра самая большая это вообще дикость 38 что ли за там или 37 или 38 так в это время очередная попытка забрать шерстку кота и стан успевает подробить землю кстати земля а третьего лава но и по моему это ошибочка была погоня зомби ровно пиво пробили очень больно развороте еще один слип мне кажется думал вообще плевать еще один стан вот сейчас земля заканчивается может быть что то но айс армор слабо и награды я не знаю так 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 нет нет вот айс армор он же помимо всего прочего он еще тебя и замедляет то есть тут вообще ну вот просто ноль шансов почему они так выгрызаются в эту думы что они хотят сделать он даже особо ничего не теряет он там отъел с тангусами он подождал следующую землю опять вышел опять у него фулл хп это просто родились нормально как там дела в миде у пикачу пикачу тоже все довольно таки неплохо правда конечно же куман по отношению кумана у него все плохо куман топ-1 позицию занимает 3 700 у него на руках ему уже что-то летит и я так понимаю какая так и нет это уже фейза готовая слушай для тролля не дали сразу будет появляться мон в это время правда погибает что все-таки да допрыгались бигган перетянулся правда помог но в любом случае фраг достается думаю и думаешь себя тоже довольно таки уверенно чувствовать на линии там же ультимейт появился собственно его и использовал а у венги она уже несколько раз попыталась его убить у нее там может быть не замуж не фулл хп было ну неважно в любом случае погибает у нас с майнкерри по сути команды m19 это конечно же печально что поделать как только саппорт оставляет своего кора сразу же он отправлять таверна но тут смог вылазка ответная тем 19 мид возможно свапнуть сейчас кумана но не дотягивается у нас никс поторопились мне кажется немножко еще и брудмазер уже здесь до брудмазера наверху стоит и я постоянно вижу как залетают черепки паучков и у них ровса внезапно не просто топ-2 нетворс а какой-то гигантский по сравнению с той же брудой но сейчас он дохак пам погибнет скорее всего из лассо прожимать гушраут живет есть минус армор шик курьера там пытался подрезать кто-то летает очень далеко зашел вчетвером его все-таки забрали надо очень много очень много времени потратили на него был бы кто-то рядом может быть еще и попутно кого-то из команды m19 можно было бы забрать cold embrace там какой-нибудь урага подходит накидывает хилл и все уже ничего ты не забираешь пока что я не вижу как 19 здесь в этой игре собираются побеждать они все хуже и хуже действует конечно можно и то чтобы у них там безнадежность на прошлой прошлой игре и там тоже все далеко не не лучшим образом складывалось для ребят с командой 19 но шанс на победу гамбит им подарили рассказал бы получен пока не будет косы на стиках и еще там рейндроп поэтому слишком много пикачу очень битый какой залетает спринтер бласт бежаллас как-то жестко дамажут очень он 3 левела он уже вынужден пикачу лететь на базу регенится в миде оставляет фармить кумана у кумана уже есть маска так понимаю да морбит наверное уже летит ему в курьере остается немножко до покупки полноценного мама и там уже по фармам понимаем что у тролля проблем не будет никаких данного бруда мне нравится в итоге то что сделал близи он ушел с линии он пошел на в леса на иншентов он сейчас быстро все это будет фармить это гораздо лучше смотрится и сверху смогли сделать один фраг но чуть выровняли так ситуацию сейчас еще раз выход на дохака но очень прохладно бочка закидывает у нас пикачу просто ты вообще не нормально этой ситуации которые очень редко увидишь наверное только потому что собирались за длинать вышку мидер и кэри стоят на одной линии но сейчас вышку за длина или должны потихонечку рассасываться с другой стороны при этом бэйн получает уровень ну то есть как-то стараются оптимально все-таки действовать на линиях а вот на нижней линии никого нет кстати стоит отметить билд брудмазер у нас очередной раз в этот раз нетерпильный без всяких рейдинсов и так далее сразу идет максимально дпс приобретая себе дезолятор в это время смог вылаз код м19 в сторону мида но куман как будто все чувство смещается на фарм древних крипов своих но сейчас его могут попробовать забрать паре смоки есть нас файр флай пикачу есть лассо куман прилетел но куман еще и потратили тимот мюрила прилетел сюда волосы на файта может быть ошибка на самом деле да кажется это ошибка он один его забирают это я почему-то думал что кто-то с ним еще летел если честно но на странный момент в итоге минус 2 делает м19 и все преимущество которое было гамбитов становится 0 да вот это очень хорошо поймали тролля самого главного персонажа при этом еще забрали сверху так получилось 40 внезапно и уже не было потому что даже два два льта потратили сейчас перетяжка от венги видят здесь дохака агрессивно дохака будет правда рядышком находится чеширский код он с думом задумал нет не задумил сайланс а вот на что сайланс получил да сбивает дохака дохак живет до последнего выживает ну и все атака захлебнулась от команды м19 а в это время брут мазер уже наконец-то есть изолятор да вот он как раз только подлетел но вообще для м19 это была неплохая вылазка учитывая что у них не было финс гриппа у них не было особо трейдера они все равно при этом еще так отбились и немножечко развернули атаку соперника я думаю это тоже в плюс как то вот вроде у них все так ни шатка не валко но постепенно начинают они где-то в мидгейме вот просто наращивать преимущество и видно как переигрывают соперника уже второй раз в ссс м19 не стоит торопиться драться идти нужно дофармить конечно же блинка первую очередь для бэтрайдера и он приобрел себе как раз таки барабаны вот далее без блинка наверно врываться смысла точно нет ну и что нибудь вот например дефузажа какие-нибудь еще для облизи для смотрится в драке это точно нужно не кровь потому что там и так очень тяжело убить его из-за верные оракла так у чешевского кота могут быть проблемы ночью скикот просто размонцевал как окицарь потягивается до хак и возможно сейчас кто-то погибнет у ребят с командой м19 хотя оцепляет урокла неплохо проблемы волосы на флая сразу избивает саппортов кидает на себя фалспромис живет до последнего задумали в это время у нас мюрила увезли до хака далеко-далеко погибает бэйн до хак прожимать гушраут отхиливается на фулл колден брейс это курса по никсу еще коса сверху отправляет вингу в таверну до хак все еще живет кстати лоха забрал фраг на никсе из-за этого у него включился бешеный реген он смог отхилиться отличный выход от гамбит это то что им сейчас было нужно в это время смотри чем занимается бродмазер уже вовсе ломает потихонечку т2 и т2 под дебафом дезолятора под паучками падает очень быстро не успеет скорее всего задевать попробуйте и просто одновременно когда делают эту тычку получается какой-то огромный такой кусок отхвата от вышки казалось бы дезолятор один айтем да какой он оказывает эффект вешаешь дебаф и без проблем тавер падает вот близи конечно мне на бруде гораздо больше нравится чем сегодня бруда от пенты потому что у него даже сложнее ситуация была а он уже сделал больше чем-то бруда которая была ситуация хорошая ну и совсем другой айтембил здесь стоит отметить конечно ну да он уже топ-2 нет ворс и у него нет ворс продолжат расти и слушать тем временем н19 отправляются на рошана идет туда проведать это делал дохак это может быть ошибкой дохак заслипали его сразу гошрау прожал зачем ошибочка это ошибка нет лассо повезло дохаку но и станы и дохак догорит поторопился нас без гошрауда никуда вообще он здесь не уходил и бруда уже идет на перехват знают что нету самого главного героя свапа еще давай ну и вот снова вперед ворвое с м19 делают минус 2 забирают рошана и сейчас еще на т1 на топе накинуться до близи прямо прямо аккумулирует вокруг себя какие-то такие положительные флюиды потому что он единственный был кто не участвовал этой провальной драки снизу сделал пользу сейчас перетяжка на рошана во многом благодаря его бруде не скажу что прямому ну просто благодаря бруде вот эта сеточка очень хорошая хорошие скиллы которые помогают фармить этого рошара так вот очень смотрится здорово хотя тролль пока что все равно впереди но мы знаем что бруда если пвп начнет с троллем на данной игры сейчас она посильнее будет ну тролли скоро появится также бкб в это время выход на чеширского кота потратили лассо чеширский код и мюрил потратил свою тиммейт но должен погибнуть слишком много на него потратили а в это время на топе с мамом уже не сломает и один неплохо нужно уходить потому что сюда уже в четвером перетягиваются ребятки из команды gambit esports минус несколько пауков но учитывая что забрали думы снизу вышку здесь стянули соперника сюда значительно я думаю потерял там не так много пауков и к тому же не так часто их все-таки отдает бруда все ближе и ближе к троллю но тролли конечно очень нужно бкб бкб некоторые шансы будут не будем забывать что бруда это крайне уязвимые герои против верно потому что если нападает с большим количеством пауков то пуки могут съесть ее саму у них очень серьезно возрастает дпс несмотря на то что там вы срезается на скорость атаки которые они получают дополнительно очень жестко работает и в итоге даже вот такой безобидный юнит как паучок он так дохака видит у дохака могут быть проблемы заслипали его но нет героев м19 рядом можно отступать смысла нет врываться был бульти мейт бэйна можно было бы попробовать но без него точно смысла нет избивать ну летают м19 вынуждена смещаться на топ потому что переплы уже вплотную подошли к т2 перетел пока что один юма защиту недалеко находится кумана вместе с бигномом но ребятки тоже не собираюсь идти в атаку продолжает фармить но куману понятно кумана нужно бкб хотя он себе не несет что-то уже в курьере и видимо решил пока что повременить да сэнш себе несет и саша яша сейчас у него появится хороший скан кстати был про юзом от сил тьмы прекрасно спалили местоположение сейчас команда гамбит так и выход наверх сейчас здесь night stalker может подставиться выходит к нему но команда рядом но тут без шанса конечно для юма слишком больно топоры плюс артик берн слишком сильное замедление не выжить но и т2 конечно же гамбит должны сейчас на топе забирать свою копилку вообще что-то все отдают да как и забирают на развороте дахак ультимейт получил от бейна просто посмотри какие кишки от него отъедает нас близи просто кусь кусь и все таверну кусь и хватит там так то брудмазер все еще аегис есть и самое время идти его реализовывать команде м19 вот например очередная ночь куман пока что один на боте что там кстати по блинку блинк имеется нет не имеется пока блинка травола себе взял в итоге пока что такой интересный бэтрайдер ну да думаю что блинк появится потом трава в свое время так играл по моему фнатики еще с флайом и нутейлом который сейчас джи нападение на кумана но оракла видит поэтому понимает что не стоит даже пытаться потратить лассо это будет лишнее ну да согласен ну через фап если только как вариант врываться но по тауру тоже не хочется давить хотя вроде бы как м19 хотят кого-то подцепить в лесу возможно перетяжки какой-нибудь побежал вперед юма видит местоположение чеширского кота вот чеширского кота неплохо было бы сейчас забрать и тем более не дум уже имеется сальность накинули да и чеширский код погибает хорошая игра здесь от бруты ведь именно у бруты а егес и ей нужно рисковать и вот сейчас да и вот в спину забегают сразу отрезают саппортов бруда сейчас есть своего тиммейта возможно юма ему выживает за сами силе волосу на флай в слипе он находится нужно его сейчас забрать его подсервили колден брейсон спит брудмазер но это в любом случае аркал не спасает и т2 сейчас м19 должны забирать на боте также очень круто сыграли от зоне вы чуть-чуть отгоняют саппортов в этот момент идет свап тролля его тут же ловят в лассо оракал не может дотянуться своим фолспромисом великолепно все сделали при этом дума забрали изначально дума на перетяжки до перейти на перетяжки забрали он никак не мог помочь своим тиммейтом так что здесь все отлично делать сейчас м19 и сразу 4000 начинают вести вот это ключевая была драка из всех за первые 20 минут возможно это будет поворотный момент хотя бруда все еще отстаёт от тролля но мы видим что тоже начинает фармить блокинг бар и самое главное отличие тролль он не может так легко добраться до суппортов и съесть их в то время как бруда как раз она не пытается драться это еще не конец цепляет до хака есть сразу фолспромис до хак на развороте бьется здесь в инвизи находится юма в инвизи находится микс забирает олсу на флай в очередной раз да в таверну отправляют на 40 глаза слипали снова микрофоса улетает мирил да как же все четко делают и мог разбудить до хака боролись мог разбудить но не разбудил не разбудил поздно об этом подумал в общем тут уже тотальный от play in 19 начинают быстрее все гораздо делать очень правильно принимают решение пока фолспромис лежит на некровсе минус 40 быстро отступают уже они готовы атаковать сверху в этот момент по моему еще гамбит не до конца вся пришли вот сейчас тролль опасные ситуации немножко до хака проблема вновь с блингдаггера врывается сюда у нас пикачу есть саленс до хак минус армор накинули правда прилетел вот расширский код вовремя потянулся сюда бигном есть нас курса и чеши юма забирается и пикачу тоже отправляют таверну отличный минус 2 от гамбит вот теперь m19 загуляли перенаглили переоценили свои силы я бы даже так сказал авантюрно очень за играли сейчас вдвоем там бруда бежала кэш на помощь но она даже не успела подойти концу драки брудмазер осталось только бкб себе дофармить и уже она будет полноценный боец бояться и особо нечего будет пока действует на нее ультимейт и бкб жду все момент когда бруда перефармит тролля кумана чуть-чуть осталось правда товара начнет падать у m19 это дает дополнительный буст гамбит и спортс и на т2 не нацелились также вопрос только в том будут ли защищаться вас нет но с д д кстати можно подраться как вариант налить перетягиваться венга летит сюда бэтрайдер причем в наглую летит подходит мюрил заслипали у нас хумана ой как быстро оракла просто сгрызают и цепляют до хака в ультимейтах как тоже в таверну хотя по цеху номер с близи бьется до последнего отъедается забираю также тролля куман чаширский код тоже в таверну отправляется и это тим вайб моментально тем 19 не потеряв никого как же жил близи ты видел как он отхиливался на лох и по этому ему несколько раз оставалось буквально по одному удару но он делал одну тычку и восстанавливал себе чуть ли там не 300 хп с одного удара и его не могли добить до близи пока что вот конкретно в этой игре мвп очень быстро съел оракла при этом одновременно подспили до хака ему смогла помочь верно но близи принял на себя удар это все без блокинг бара сейчас еще и пролетит пока бы разводит на байбэк виверну 7000 золота ведут продолжают при этом пушить потому что у тролля у дума нету байбэка просто не хочет тратить свой байбэк не кровь с пикачу летит на косте ну пока что просто развлекает ребят пока что действует глиф фортификации заканчивается глиф т3 можно поломать отступить и правильно делают сейчас им 19 попутно можно позабирать чушь рай на лесный как вариант может быть еще кого-то подцепить на перетяжке м19 пока что отлично играют особенно близи конечно несмотря на то что у них опять было отвратительное начало гамбиты в начале игры были на голову выше смотрелись но вот сейчас м19 уже почти десяточку ведут и как ты говорил дождался того момент когда брутмазер переформил да это как раз было в той драке где это ключевой момент если бы тролли убил то он бы все еще был топ-1 но ему не хватило одного удара и она его сгрызла вместе со своими пук пучками и паучонками именно так они называются русской версии мячом на ученки ну да это вот когда ты типа кидаешь первый спелл и крип лопается у тебя паучок а когда паучок съедает крипа из него появляется паучонок который слабее у него 175 хп и 9 атаки а у паучка 450 и 18 ну да их нужно отличать согласен между собой как-то ну что ждем появления следующего рошана который появится уже совсем скоро буквально 30 секунд осталось и я так понимаю хотя то бе команды занять по выгони позицию а еще попутно минус сделать потому что м19 разбивают смоки есть скан наступил скванник с может быть ключевая драка и сейчас ой какая позиция хорошего м19 и у нас ноччат на спалила бруда все спалила и сейчас 40 по цепляют первым бруда начинает есть но отличный под сейф от виверны однако все еще под ультимейтом пошел винтерс кёрст на бруду который просто пробивают бруда идет дальше бруду хватают отличный свап коса дум все в бруду бруду удается забрать но также забирают самый главный волос на 5 все еще жив на которую первого ворвались это такой фейл посмотри просто сколько времени выигрывает оракал оракал погибает только сейчас в это время забирает еще и бейна трипл килл делает дохак и это провал от м19 и рошана они отдадут конечно же гамбит бруду долго били потому что успели на нее вновь накинуть solar crest там как бы миссы сидела но не кровь сыпели еще дольше не кровь подсейвила виверна вот опять это стратегия двух подсейвов цепи зацепили оракла и обычно все так устроено в игре что одна пятерка одна четверка ты цепляешь пятерку она не может подсейвить своего майнкерри и ты его забираешь но здесь две пятерки получается и виверна очень хорошо подсейвила сейчас некрофоса более того некрофос сделал килл и дальше его фокусить было бесполезно там два героя слишком долго бегали за оракалом если по все силы бросили конечно убийство некрофоса быстро то возможно бы и получилось да это другой стороны опять же отлично сыграл бельгнум который вовремя закинул курсу спас своего тиммейта ну ладно не страшно как бы ну да неприятно безусловно но им 19 все еще остаются в игре хотя и гамбит не возвращаются у нас теперь полноценная интрига наверное нужно переосмыслить немножко m19 и понять что действовать стандартно как в большинстве игр здесь не получится потому что здесь два подсейва и бесполезно тратить лассо на какого-нибудь оракла если есть еще и виверна лучше уж тогда в таком случае потратить лассо ну в какого-то ну или хотя бы так далеко от драки не уходить потому что ты получается увозишь оракла ну ты сам битрайдер смида это вторая позиция куда-то пытался ударить погоня за юма но юма так просто ночью не догнать чешир отменил замах он замахивался мечом но уже даже звук прошел а удар не прошел потом не догнали его я смотрю там много денежек у нас очень интересный артефакт себе сейчас будет приобретать пикачу у него в одно мгновение был там шоу с гвард но он решил все-таки взять аганим вот это это как раз то решение работает против такого что здесь ты цепляешь двух героев и заходит чеширский код его съедают моментально в миде и можно продолжать драться нужно убегать правду бэйну бэйна здесь грызут нет бэйн выживает забрали еще у нас и оракла и теперь нет пацио одного курса отвратительное но там правда через курсу загрызает бурдмазер своего тиммейта потратил ультимейт бэйн на кума на куму он прожимает бкб драка продолжается бэйбэк делает найсталкер здесь в это время никса пытались косы забрать никс себя высвапывает и уходит в инвиз и выживает лол как объясните мне у пикачу правда теперь проблемы да пикачу подставили найсталкер после байбэка приходит но бруда уже не может драться все-таки тролль сейчас очень силен плюс у него аегис он бежит дальше за юма у юма нету да баш с первого удара мисс 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 баланс баш с первого удара четыре места подряд но принципе это я согласен сбалансировано ну там крип стопит на сблизи по миду не хочет драться тебе с бкб вообще не хочется начали конечно же м19 за здравие закончили почему-то за упокой аегис ими ой хороший слаб выбить бы аегис хотя бы сразу два сэйва залетает комнат брейса это большой вопрос стоило ли потому что сейчас сейвов нету и герой то был с аегисом но не зацепить никого тоже не удалось ну и теперь гамбиты заберут на развороте лесные шрайны наверное не хотят подым спину уже бежит им 19 по ульта потратили боятся сейчас нет двух ультов тут еще паучки как-то бадиблок иллюзии кто-то сюда по моему пытался делать тп это был бэтрайдер на паучка не самая лучшая идея я жду все это бэтрайдера гоним самое время врываться двух саппортов возить сразу да было бы неплохо подцепить виверну и оркла это вообще идеальный вариант а в это время гамбит хитрый момент делать на правда сейчас юми может это все дело спалить смог да вот как раз за детектил не убегает никс также в анвизе юми опять может подставиться диффузно успевает раять минус пауки где бы трейдеров трейдер находится не там где нужно там ну вообще не готовы драться и не прямо почему просто не стали убегать до конца потому что бэтрайдер находится у нас снизу бэйн тоже не в позиции он совершенно не там где нужно для драки нужно просто было аккуратно отступать в итоге найт сталкер погибает в очередной раз да и теперь на кумана не ворвешься просто так у него линка вот как раз таки падает первый барак милишный забрали ну как-то немножко подросла били 719 не знаю до этого хорошая атаку просто сейчас еще и аегис и опять же они не могут никак решить эту проблему с двумя ультимейтами на подсейв о с двумя подсейвами пикачу полетел пикачу полетел летит наш эсминец готов прыгать есть лосой увозит двух коров но там два подсейва моментально по-моему это фейл сейчас от пикачу лосой его накрывать 100 секунд не будет бэтрайдера забавный момент конечно идея пока освобождают не кровь от ультимейта тролль просто за ним продолжает привязанный болтаться как мешок по моему это конечная остановка сейчас для ребят близи включает бкб начинает драться но здесь колдом рейс на трасс куман развороте аегис нет нужно съедать кумана не удается съесть дохака пока кушает дохак живет до последнего не тратит гушраут на развороте накинули дизарм тролль кинул своих пацанов и сейчас их да и кстати пацанов могут позабирать правда успел дохак скушать сыр задумали у нас бруду близи живет но в итоге забирает бэйна нас дохака здесь пытались все поцелить колдом рейсом драк продолжает соли сына флай тоже в таверна в таверну следом отправляется винтер виверна на развороте забирает никса два в три пока что драка но тут уже тролль на развороте не простит никого мир и убьется до последнего бегать близи пока что не знаю что делать ждет пока откатится не ультимейт буквально через секунду будет вот теперь можно под ультой врываться но там уже тролли башки прокают инфернал блэйд прокают миссы и близи конечно здесь не по шансам биться это очень смешная драка они на одного миссы работают другой просто не пробивает да тролль все-таки оказался сильнее ну по одной простой причине у него на 4 тысячи больше это скорее всего сейчас бесконечная остановка для команды m19 как я и говорил поломают все линии гамбит и спортс 1-1 похоже да действительно все таки как-то гамбиты смогли пару раз удачно подраться и остановить свой конверт ну вообще по итогам их стратегия через два подсейва оказалась слишком жесткой вот я до сих пор не знаю что против этого делать если виверна и оракл стоит в двух разных местах ты не можешь подцепить и того и другого героя то как действовать непонятно на сложно действительно я бы так сказал еще если у тебя не такие герои как там бэйн и бэтрайдер то ты можешь что-то сделать но у тебя бэтрайдер не просто в команде он тебя мидер и твой мидер он полный ноль против этого пика опять же них с не совсем стандартный кэрри 2 2 кору это некрофос он там особо сурки ты не бьет он впитывать больше любит даже очень довольно таки так что здесь тоже глаза разбегаются кого бить начнешь фокусе на 1 там его засейвит начнешь фокусе другого там просто прожмет что-нибудь будет жить с этим нужно как-то справляться интересную позицию занял пикачу улетает отсюда ну что похоже по боту собирается у нас ребятки из команды гамбит попытаться забрать т3 правда в это время попутно еще шрайны забирать лесные преимущество всего 2000 вот такое маленькое казалось бы ну 4 все равно на 35 минуте это очень мало ну вот никак не поймут с часом 19 как им построить драку это действительно очень тяжело против такого пика и ну как-то зайти я не знаю как то тогда попытаться раз разделить у нас гамбитов чтобы они были в пятером в одном месте как-то по обе стороны вот врывается у нас но сразу по цифр моментально причем сутрали опять везут там да бруду начинает фокусить бруда просто ничего не может сделать под думом кумана в колдем рейс нереально ну и все без бруды уже драться смысла нет выхиливают у нас в это время кумана начинает падать т2 и надежды нет на самом деле по хорошему бруда не будет 70 секунд в очередной раз да кстати слушаю там по цивили у нас получается дак хака но за дак хаком нас тролли причем бы к бэшке поехал и мышь потом власть он прилетел он его обратно кинул венгу но у нее сработает линка прям симфония скиллов настоящая да очень слабая даже уже не бруда по моему бруда свинга сказать не в этом дело мне кажется просто врывается не в те цели у нас в трейдер он почему-то коров пытается увести вместо саппортов не достает до них просто ну я понимаю поэтому в лоб в лоб мне кажется сейчас м19 смысла вообще нет эти им нужно как-то хитрость убрать действительно заходить флангов с тыла как-то так потому что один вот именно 5 на 5 лоб в лоб в разы гамбит сильнее куман который уже двадцать две тысячи нетворца почти я не знаю не вот как раз он собирает у сам артефакт который позволит ему больше не промахиваться да тогда бруда вообще просто моментально так она еще пока дерется но вот бкб мкб и у бруды не будет никаких шанс прилетает пикачу попытка опять выудить кого-то но страшно слишком хорошая позиция да и бруды нет пойдут на бруда там защищает пока что до 3 от крипов брут мазер забираю собирается дальше в я не знаю лежит талисманов уважен курьер ничего нет может быть тоже какой-нибудь соло крест появится потому что смысла нет наверно сомнительно вообще что-то делать с миссами учитывая что мкб на тролле а тролль это единственный персонаж который бьет с руки по большому счету все остальные может быть алебарда какая-то будет как вариант может быть но опять же у него странная у него как бы плейт мэйл и талисманов уважен да я вот так и говорю что с собой вообще никак ну может он что-то хотел собрать потом передумал что так вот 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 он заход еще раз в спину здесь мы видим тролля мы видим его команду тролль немножко отошел бэтрайдер night stalker идут все видят прыжок классов 1 но сайланс на 2 можно вытащить сейчас виверну убить но ее опять же спасают бруда врывается не по шансам врывается бруда пошел false promise минус бруда нет урона это конец это фиаско братан там что забирает мюрила минус 4 в сумме делают у нас ребятки из команды гамбит я спортс good game пишет м19 и все будет решаться в третьей решающей карте вместе кумана вот это совершенно другой драфт конечно вот опять же добавь они вместо тролля какого-нибудь там бесполезного ну что-то типа того же некровца какого-нибудь героя такого плотного там андерлорда какого-нибудь они бы ничего не смогли сделать но тролль это прям идеальный был ну то что нужно было именно та физика еще и довольно плотная опять же где-то конечно допускали ошибки я честно говоря думал что им 19 уже все сейчас разорвут но вот потом драка на как раз таки на эншентах светлой стороны когда попытались убить некровца увезли бы куда-то битрайдер over 40 но ничего с ним сделать то не смог толком и все равно не кровь и подсевили она стала ключевой это вот даже на графиках видно вот это место вот самая нижняя точка и дальше уже пошел камоч довольно серьезный от гамбитов ну что все решится в третьей решающей карте кто будет сражаться завтра с командой пенто спортс сейчас наверно уйдем на рекламу да на